Один день не похож на другой, как у каждого дня есть свое чудо, свое магическое мгновение. Добрый день, дорогие телезрители. Сегодня на календаре 30 июня, четверг. Наслаждайтесь теплом, впитывайте солнечную энергию и озаряйте позитив вместе с нашей солнечной передачей. После музыкальной композиции мы продолжим наш эфир. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогая ведущая Дорогая ведущая Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, дорогие телезрители, дорогая Лаура, добрый день коллектив ТВ Мы рады вас приветствовать и хотим еще поздравить с прошедшим праздником вас Всех благ вам пожелать, здоровья, успешной работы, всего самого-самого прекрасного Сегодня мы посетили вас вот с новым нашим коллективом Мы образовались недавно, еще нам года нет Когда, ребята, мы образовались? 10 октября 2021 года Они выучили наизусть Ну мы вот такие вот стараемся подготавливаться к передаче, да? Как наше название нашего коллектива? Я Икский Казачатка И сегодня мы расскажем вам, откуда произошло наше название, да? Ева, пожалуйста Давайте поближе микрофон, Ева Наше название произошло от реки Урал Раньше река Урал называлась Я Ик После восстания Эмельяна Пугачева на Екатерина Вторую Екатерина Вторая сказала Теперь река Я Ик называется Урал А вы, я Икские казаки, будете называться Уральские казаки Но один я Икский казак вышел и сказал Пусть река Я Ик и называется Урал, а мы будем Я Икские казачата В честь память наших прадедов и дедов В честь прадедов и прабабок наших, да? Мы вот и дали название нашему взрослому ансамблю Я Ик А младшему детскому ансамблю Я Икские казачата Ребята, у вас такие красивые нарядные костюмы Вот расскажите, мне тоже интересно знать и телезрителям, почему вы так необычно одеты Нравится ли вам свои вот костюмы такие яркие, красочные? Это наш национальный и казачий костюм Ну вот мы выходим Сейчас, раньше одевались всегда так, да? Вот казачки и казаки одевались свою Называется не костюм, а справа, да? Вот А сейчас вот мы одеваем, конечно, на праздники, на концерты, на разные Вот к вам в гости пришли и решили так нарядно одеться, показать, как мы одеваемся Кто-то еще хочет дополнить о костюмах? Ну, не бойтесь Скромничаю все Растерялись, разволновались Александр, нравится тебе твой костюм? Мне нравится мой костюм, и все остальные костюмы тоже нравятся А кем ты себя ощущаешь вот в своем костюме? Поближе микрофон, вот держи так Я настоящим казаком Казаком в этом костюме Молодец А я хочу сейчас напомнить нашим телезрителям, что вы можете поддержать наших юных артистов Дарование своими телефонными звонками Или же написать на номер мессенджера ватсапа Все средства связи указаны на ваших экранах Ребята очень сильно волнуются Поэтому им будет очень приятно, наверное, если они услышат сейчас родные голоса в прямом эфире Или же сообщения, да, присланные к нам на ватсап Уже есть первое сообщение от Ларисы Константиновны с уважением Добрый день, очень рада видеть у вас в гостях таких замечательных ребят Слышала, что они скоро едут на международный фестиваль В связи с этим у меня такой вопрос Боятся ли они такой большой сцены? Какие прогнозы на выступление? И планирует ли по приезду коллектив дать концерт для уральцев? Вот три вопроса аж Ребята, давайте думайте, кто ответит на первый вопрос Боитесь ли вы большой сцены? Или сейчас страшнее в прямом эфире все-таки? Большой сцены мы не боимся, мы выступаем всегда и для всех Рассказывайте, на каких концертах вы выступаете? Мы выступали на очень веселых концертах На разных концертах принимаем участие Ну не стесняйся рассказывать Мы ходили на концерт про Михаила Архангела На Масленицу, на Пасху В театр приглашал нас Да, епархиальный концерт был на Пасху И нас епархия приглашала выступить с ребятами Так, давайте здесь девочки активнее тоже Ну, Диана, расскажи Диана, кто у нас? Также мы выступали на рождественских вечерках Мы выступали в женском монастыре на Масленицу Также и на Пасху Вам страшно было? Вот сейчас прозвучал вопрос, да, Лариса Константиновна Страшно ли вам ехать? Боитесь ли вы на фестиваль ехать? Это все-таки международный фестиваль Нет, не боимся Не боимся А как вы справляетесь с волнением, Александр? Когда вот сильно бывает Все равно же бывают, да, какие-то страхи, волнения Как вы справляете? Или поддержка родных и близких вам помогает, вашего руководителя? Конечно, наши родители вместе с нами всегда, да? Да, и они нас поддерживают И мы из-за этого не волнуемся Конечно, не волнуемся А еще мы готовимся, правда? Да Учим разные песни Галина, а вот еще вопрос такой прозвучал Какие прогнозы у вас на выступление? И планируете ли вы по приезду организовать концерт в Уральске? Давайте вы сами ответите Ну, вообще, конечно, мы готовимся сейчас к фестивалю Едем в Волгоград Там международный фестиваль Казачьи песни Разные со всей России туда приезжают Мы ездили туда со взрослым коллективом И в этом году нас пригласили еще и детский конкурс Фестиваль проходит Мы решили собраться и тоже поехать показать себя Но мы еще новый коллектив По сравнению с теми участниками, кто будет слабенький Но мы все-таки готовимся Хоть какую-то все равно победу мы одержим И обязательно, когда приедем, планируем Ну, в августе, наверное, на Яблочный Спас Мы будем делать небольшой концерт Спасибо, следующий вопрос А как записаться в эту группу? Интересуется? Звоните по номеру телефона 747-387-6104 И можно записаться в нашу группу Спасибо Следующее пожелание от нашей телезрительницы Евгении Хочется пожелать детям ансамблю Яикским казачатам творческих успехов Галине Владимировне Здоровья, успехов и всех благ Как часто вы занимаетесь с детьми? Интересуется Евгений Занимаемся мы два раза в неделю Но вот в процессе учебной, когда начинается школа Мы один-два раза в неделю встречаемся Вокальную часть проводим Также хореографией занимаются дети у нас И фланкировкой, ребята Дети Младшие у нас мальчишки занимаются еще фланкировкой Спасибо Ну давайте снова теперь перейдем к ребятам Я хочу задать вот такой вопрос В основном, какие вы песни поете? Кто ответит? Алина, ну Веселые Веселые, разные песни Какие песни мы поем? Называй, какие названия? Ну самые, да, какие есть в репертуаре Ближе микрофон, Валерий Из-за леса, леса, копия мечей Софии он подсказывает, какую еще песню? Ну, передавай микрофон Давайте, ребят, шестрее Апчелочка золотая Апчелочка золотая А Саша какую песню поет? Как у нашей сотни Как у нашей сотни Диане передайте Также мы поем На даре мы браться дружно жили На даре, да Катя, казачата Мой дед казак, да? То есть репертуар у нас обширный Обширный А вот, ребята, мы знаем, что одной из песен ваших любимых является походная песня Что означает походная песня? Походная песня это означает Давайте в микрофон говорите Походная песня это означает, что когда казаки идут в поход, они поют эти песни Чтобы веселее, да, дух свой боевой поддержать, они пели походные песни, да? А какую песню мы поем? Из-за леса, леса, копия мечей Вот, мы немножко Можете сейчас спеть сразу Немножко мы запоем Из-за леса, леса, копия мечей Идет сотня до уралийских лихачей Эх, говорят, эх, идет сотня до уралийских лихачей Сотня слева, сотня справа полк идет Посредине до музыкальный хор поет Эх, говорят, эх, посредине до музыкальный хор поет Впереди их есть аулик молодой Эх, он скомандовал ребята все за мной Эх, говорят, эх, он скомандовал ребята все за мной Эх, молодцы, ребята, молодцы, сразу так взбодрили, да? Взбодрили, да какие-то репетиции, это же не только спеть красиво, но и умение преподнести себя на сцене, очень важно ведь, чтобы вы соответствовали всем критериям настоящего артиста, тут и артистизм у нас включается, импровизация, все-все. Наши тренировки проходят отлично, мы поем, мы танцуем, после долгой тренировки мы идем на чаепитие, мы общаемся с друг другом, и наши тренировки, в общем, очень хорошо проходят, нам все нравится. Весело, да? Весело. Иногда играют, даже выиграют. Да. Отлично. Адели, тебе тоже нравятся репетиции? Мне очень нравится. Или больше нравятся концерты, когда уже вы выступаете на сцене перед большой публикой, слышите аплодисменты? Для очень больших концертов надо подготовиться, чтобы не забыть слова, и чтобы мы развеселили зрителей. А у вас в основном выходят такие веселые песни, как вы только что спели, да? И вы чувствуете? Веселые, да. Мы в основном берем детские такие веселые песни, да? Раненькие такие. Энергию зала чувствуете? Они действительно уходят после вашего концерта? Такие вдохновленные такие. Зрители, да? Зрители ваши. Вы расскажите, как вам аплодируют? Как вас зрители встречают? Сами себе поаплодируют. Браво! Кричат вслед? Кричат, правда? Ну, это дает вам тоже стимул, ребята? Да. Еще лучше петь, выступать. Придает уверенность. Придает уверенность, да? Молодцы, ребята. Следующий вопрос я бы хотела задать такой, да, ребята? Мы знаем, что вы не только поете, но еще, оказывается, и танцуете. Это так? Да. А кто вас учит хореографии? Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна. Есть у нас хореограф. Татьяна Николаевна. Ну, вы сегодня обязательно нам станцуете, да, покажете свои хореографические данные. В конце программы, да, мы обязательно увидим ваш яркий танец, кадриль, да, если я не ошибаюсь. Да, мы немножко вот стали сейчас изучать тоже народные танцы и взяли кадриль. Это интересный такой танец, да, чтобы познакомиться, когда люди встречались где-то на каких-то вечерках или на гулянии каком-то. Вот, и, естественно, девушки и парни там, или взрослые мужчины и женщины, чтобы познакомиться, они танцевали кадриль. В процессе танца, значит, общались, танцевали, вот делали под музыку движение и, естественно, знакомились. Спасибо. Мы продолжаем нашу передачу. Дорогие телезрители, еще раз напомню, средства связи 285869, номер прямого эфира и номер мессенджера WhatsApp 8700-0285869. Вот такое сообщение сейчас поступило от семьи Барановых, с Доринска. Здравствуйте, хотим пожелать коллективу удачи, творческих побед, новых достижений. Огромное спасибо. Следующее сообщение. Почему вы выбрали именно такое направление для своего творчества, чем вам нравится? Ну, я как руководитель отвечу, да, так как мы последователи вот своих прадедов и прабабушек, да, наши деды и бабушки были казаками уральскими, яйскими, вот. И мы хотим продолжить их традиции, обычаи. И чтобы передать вот эти традиции и обычаи, вот создали вот такой вот детский коллектив. То есть взрослый коллектив существует, мы поем, показываем свое творчество, но чтобы это осталось в продолжении, мы передаем это детям. И чтобы детки наши подросли и затем спели своим деткам наши песни, песни яйских казаков, танцы и все-все традиции и обычаи. Галина Владимировна, ну вот не сложно ли работать вот с такими маленькими, ну они хотя себя маленькими, но они не считают, с детьми вообще. Так как здесь нужно быть и психологом, наверное, каждому нужно найти подход, подобрать ключик к сердцу, нужны слова. Кого-то можно пожурить, кого-то, наоборот, похвалить, да, то есть и кнут, и пряник должен быть, наверное, одновременно. Конечно. И вообще я педагог, закончила, у меня начальное, среднее специальное образование музыкальное, хоровик-дирижер я, а затем я закончила педагогический университет, ну, это филологию. Значит, тоже вот что-то я разволновалась, глядя на своих, и тоже немножко разволновалась. И с детками я работаю давно, я работала в музыкальной школе, с 1986 года в Подстёпном открылась тогда музыкальная школа, и тогда я начала работать по классу хорового дирижирования, организовали мы хор, детки тогда тоже. Вот сейчас есть дети, которые уже, дети моих учеников, то есть моей ученице, кто у меня занималась, Светлана Науменко, а она вот привела своих двух девочек, это Адели и Диана. Они приехали, вот, когда я их увидела, и была удивлена, и говорю, Светлана, как вы меня нашли? Она говорит, Галина Владимировна, мы вот только увидели в Инстаграм ваше объявление, и сразу решили, что мы поедем к вам. Сначала у нас был, сейчас в данное время я работаю в Культпросветобъединении, до этого мы приходили тоже с коллективом «Звездочки», это дворовый клуб «Шабыт», и сейчас я работаю в комьюнити-центр, перевелась я в комьюнити-центр, а рай тоже с коллективом как-то приходили мы, там у нас тоже детский хор, группа вокальная, и поэтому вот казачье направление для меня это хобби. И вот я говорю, пять лет назад был создан ансамбль «ЯИК», взрослые, а в прошлом году меня вот озарила такая мысль, что нужно создать детский ансамбль, и у нас как-то он быстро создался, мы в октябре, 10 октября были созданы, и в ноябре мы вышли уже на первый концерт, этот концерт посвящен Михаила Архангела, такой праздник у нас войсковой, и мы вот с коллективом «Звездочки» уже были подготовлены, быстро ребята схватывают, молодцы они, это сегодня они вот скромненько себя так ведут, а так они у меня очень прям активные, очень активные, вот, сейчас они немножко расслабятся, наверное, и расскажут, да, каждый о себе. Может быть, они все-таки сейчас песни докажут, какие они активные. Докажем песни, и каждый расскажет о себе, да, наверное, вот, потому что не только мы занимаемся, вот, ансамблем, каждый ребенок из нашего ансамбля еще занимается, помимо, вот, Ева, например, танцами занимается, Александр Красников занимается скрипкой, шахматами. То есть разносторонние у нас. Разносторонние дети у нас, да. Ну, так давайте сначала послушаем песню вашу основную, казачата, А далее каждый сейчас расскажет о себе, хорошо, чем он занимается, помимо, да, творческой деятельности, вне ансамбля. Сейчас нам подкручат вашу музыку, а мы с удовольствием послушаем. Готовы? Пыльная дорога, не везет им дальний путь, не звенят клинки. Позабыты дни былые, песни боевые. Радный дух угас, и все вкуснули казаки. Эх, казачата, ребята удалые, Подхватите песню, дедов и отцов, Пусть они припомнят годы боевые, Будут новые ряды славных казаков. И пускай пока немного велика папаха, Но в седере казачьим старом я уже держусь, Подрастают казачата, песня раздается, Скажет атаман, довольны смены, я горжусь. Эх, казачата, ребята удалые, Подхватите песню, дедов и отцов, Пусть они припомнят годы боевые, Будут новые ряды славных казаков. И пускай казачья песня над рекою льется, Загрубился дым, над рюлькой вспыхнули костры. Вам, лихие казачата, уголь остается, Вместе с шашкой передали вам ее отцы. Эх, казачата, ребята удалые, Подхватите песню, дедов и отцов, Пусть они припомнят годы боевые, Будут новые ряды славных казаков. Пусть они припомнят годы боевые, Пусть они припомнят годы боевые, Подхватите песню, дедов и отцов, Пусть они припомнят годы боевые, Будут новые ряды славных казаков. Будут новые ряды славных казаков. Ой, молодцы, ребята, столько задора Вот в ваших сейчас словах, да, Столько вот огня, реально вы сейчас Зажгли, да, нашу передачу и зарядили Вот такой мощной энергией всех телезрителей. Молодцы, ребята, браво. Слышите тоже, как аплодируют вам, да, Телезрители по ту сторону экрана? Ну, а теперь давайте продолжим нашу беседу, И как мы до этого договаривались, Вы сейчас расскажете нам о себе, Кто чем снимается вне ансамбля. Ну, давай, рассказывай, Аделе. Меня зовут Баймухамбетова Аделе, Мне 9 лет, я занимаю в свободное время карате. Вчера у нас была аттестация поясов, И мне вручили синий пояс. То есть, Аделя, ты приходишь, значит, Снимаешь кимоно, да? Правильно, кимоно? Называется в карате. Вчера мы ходили в парадной форме, Мой сенсей, Сэмпай Серик. Сэмпай Серик. Ну, вот тебе комфортнее в какой одежде? В кимоно или вот в этой... В казачьей стране. Мне комфортно во всей одежде, Потому что... То есть, ты можешь сразу перевоплощаться, да? Если ты в кимоно такая, да? Сильная, мужественная боец, То здесь уже надо быть, да? Более... Более жидкий, нежный, нежный, да. Это так, Аделя? Да, это так. Умница, спортсменка, комсомолка. Комсомолка. Красавец. Александр, ну не волнуйся, давайте, увереннее, ребята. Меня зовут... Ну, мы поняли, Александр, да? Я занимаюсь скрипкой. Где ты занимаешься, Саша? В первой музыкальной школе, правда? Я закончил первый класс скрипки. По-моему, от волнения сейчас. Волнения, да, еще чем ты занимаешься. Забыл даже. Фланкировкой, правда, шахматами. Ну, передавай все, давай Еве тогда. Не переживай, все хорошо. Меня зовут Ворожбит Ева, я увлекаюсь танцами. Я уже хожу 6 лет. Мои тренера зовут Телегазиев, Тимирлан Булатбекович и Рон Ирина Паловна. Бальными танцами надо уточнить, да? Сейчас у нас был недавно, только два дня назад был концерт, и это было окончание. Теперь мы на каникулах. Отчетный концерт. Да, мы теперь на каникулах и возвращаемся на танцы 18 июля. Молодцы. Ева у нас ездит тоже на международные всякие турниры, да, бальные. Вот, и тоже привозит призы. Умничка. Ну, теперь давайте перейдем в эту сторону. Алина. Алина у нас любит петь, танцевать, правда? Угу. Люблю очень сильно рисовать. Угу. Ну, и что еще больше всего любишь? Что-то они вообще разволновались. Ну, не каждый день, да, в прямом уфе. Ну, конечно, первый раз на телевидении. Тут взрослые надо волнуются. Больше любит она песни петь казачьей, правда? Да. Молодец, давай, передавай микрофон. София, ну, рассказывай. Расскажи тоже, София, о себе. Я София. Самохвалова София. Любит тоже песни петь. Она пришла к нам в ансамбль недавно. Вот. Это деды, прадеды, прабабушки ее, уральские яйцкие казаки. Вот. И родители решили, чтобы она тоже продолжила. И пришла к нам вот в ансамбль петь. Недавно. Вот. И поэтому она немножко скромно себя ведет. Александр, давай тебе передадим слово. Он более такой шестрее. Меня зовут Саша Мельков. Александр, мне 6 лет. И я занимаюсь франкировкой. Мы там франкируем шашками. А шашки у нас немножко острые. Это не опасно? Я раньше с братом моим занимаюсь на сапах. Сапы это надувные доски. И мы на них стоя на коленях плаваем. И гребем весом. А кто, Саша, вам преподает, вот когда вы на тренировках на сапы приходите? Кто преподаватель? Как зовут? Подзабыл? Нашу руководительную тоже зовут Наташа. Наталья. Все ясно. Диана, расскажи. Я Баймухамбетова Диана. Я хожу на английский. Пять лет занимаюсь английским. В школе Лондон Тайм. Я люблю читать очень сильно. Английские книжки также и русские. На русском языке. И люблю петь также. Я Пашкова Екатерина Андреевна. Когда у нас нету репетиций, я занимаюсь спортом. Также я люблю петь и танцевать. То есть ты успеваешь все совмещать. И спорт, и музыку. Молодец. Умница. Вот сейчас задали такой вопрос. Вы часто, ребята, упоминали о том, что занимаетесь фланкировкой. А что такое фланкировка? Кто может объяснить? Фланкировка? Фланкировка это где мы учимся владеть шашками. Это только владеют мальчиками. Мальчики и мужчины, да? Мужчины. Казаки. И мы... А кто у вас преподает? Владимир Георгиевич. Владимир Георгиевич. И у нас там есть атаман. Угу. А вам нравится заниматься фланкировкой? Да. Потому что мы там учимся разными движениями. А это для чего вам нужно? Для танцев каких-то, да, наверное, для постановок? Нет, это чтобы раньше, когда, если будет война... Ой, не говори, а такое слово не произноси. Носи. Мы должны уже в мире, да. Мы должны уже в мире, да. Чтобы вы могли защитить себя. Ну да. Раньше, когда казаки были, да, в старое время, вот, всегда занимались... Все владели шашкой, да, ну, как и в любом народе, чтобы оберегать свой народ, чтобы оберегать своих женщин, детей, да, вот владели всегда каким-то оружием. А сейчас, в данное время, мы, вот, учимся для того, чтобы, когда мы танцевали, и чтобы украшать наш танец. Конечно, пусть только учитесь фланкировке только для своих красивых танцев. И никогда не думайте. Да, войне не надо. В войне пусть всегда будет мир на земле. Конечно. И все будут счастливы. Только мир. Только мир. Спасибо, ребята. А я напоминаю, дорогие друзья, что у нас остается еще 12 минут до окончания эфира. Может, кто-то что-то успел, забыл что-то сказать, можете также сейчас передавать приветы своим родным, близким, мамам, папам, бабушкам, дедушкам. Они сейчас, наверное, смотрят передачу и гордость, да, их сейчас переполняют своих детей и внуков. Вот такой у нас коллектив дружный. Ребята, конечно, дружные. Мы приходим, занимаемся два раза в неделю вокалом в основном. И когда вот у нас процесс самого пения и какие-то движения обязательно сопровождаем песню с танцевальными движениями, чтобы было немножко веселее. И по окончанию, как вот Ева сказала и Адель, что у нас обязательно эта традиция чаепития. Вот это они ждут окончания занятия, чтобы обязательно пообщаться в процессе этого своего чаепития. Они рассказывают в течение недели, друг друга не видят и вот начинают рассказывать, кто чем занимался в течение недели. И у нас есть, конечно, самая наша главная поддержка, это наши родители. Костюмы мы шьем сами. Костюмы, вот я даю эскизы. И затем родители покупают ткань. Есть у нас такая Ахова Ольга. Вот она нас обшивает. Олимпиада Владимировна есть такой же портной у нас. Вот шьет нам такие красивые костюмы. Репертуар у нас очень разнообразный. Мы поем не только старинные свои песни, но и вот более современные. Сейчас вот они исполнили, детки, песню Казачата. Такой же более современный. Более современные, да. Ну и, конечно, чтобы не забывались наши традиционные песни, мы поем и старинные песни. Часто у нас проходят репетиции со взрослым коллективом, чтобы дети перенимали. Потому что народная песня, она вот действительно нам лично, мне передалась любовь к народной песне. Это от своих бабушек и дедушек, от родителей. Всегда в семье пели песню. Мама у меня, вот Потапова Альфия Абрахмановна, директор, бывший директор, она сейчас на пенсии в подстепновской школе. Всю жизнь была директором. И хор организовывала там. И дома она всегда пела. И самоучка она играла на баяне и на аккордеоне тоже. И сейчас, я говорю, уже дома тоже, когда отдел отходит, присаживается и обязательно поиграет. Там даже каждый день практически. Она говорит, чтобы руки тренировать, чтобы не забывать, вот что-то поет. И слыша эту песню народную, конечно, эта любовь осталась во мне. И вот сейчас, вот я говорю, я делаю такие репетиции, чтобы взрослые приходили, пели, мы поем достаточно взрослые тоже песни, чтобы детки слушали, чтобы слышали голоса, перенимали вот эту вот технику пения. Потому что народная, когда профессиональное пение, там раскладывают каждый голос, передают, значит, кто-то учит по нотам, да, и дают определенный голос каждому человеку поющему, и потом соединяют. Это более профессиональное пение. А здесь мы слушаем путем прослушивания, вот сейчас техника, конечно, нам в помощь, вот, Google нам в помощь, вот, мы включаем песни старинные, долго-долго слушаем, прослушиваем, и затем начинаем воспроизводить. Ну, по-первых, конечно, не очень получается, но затем все-таки, все-таки улавливают, и дети даже, я скажу, что быстрее улавливают, по-видимому, частота вот слуха вот у детей более обостренная, вот, и они быстрее улавливают точность пения. Вот такие вот у нас проходят репутации. Спасибо. Ребята, не заскучали? Нет. Так будут пожелания сейчас всем телезрителям, родным, близким? Конечно. Ну, давайте, Аделя, снова с тебя начнем. Я хочу передать привет всем моим друзьям, которые смотрят меня, моим близким, моим дедушкам, моим бабушкам. Передаю всем привет. Ну, а что, пожелания какие? Хочу, чтобы вы всегда были здоровы, были счастливы, и чтобы у вас было очень много верных друзей. Молодец, прекрасные слова. Саша, передавай ей. Передавай дальше микрофон. Ну, пожелаю всем телезрителям, что ты хочешь пожелать? Ну, давай, Тём, пока соберется, волнуется. Возьми ты микрофон теперь. Я передаю привет своей бабушке, своему дедушке, своему прадедушке, может быть, он слушает. Ой, уже прадедушке. Желаю всем счастья, здоровья, чтобы все всегда имели все, что захотели. Передаю привет мамам, которые нас сейчас смотрят. И всем желаю счастья, здоровья, всем, кто нас смотрит. Угу, молодец. Ребята, Анда. Передаю привет всем своим родным, бабушкам, дедушкам, прабабушкам и всем остальным. Также ещё своим друзьям. Угу, молодец. Передаю всем привет своим друзьям, бабушкам, дедушкам. Ну и желаю здоровья и счастья. Давайте, ребята, оригинальнее, не повторяйте друг за другом, что-то вы своё скажете от себя. Всем телезрителям, мы же пришли на телевидение, нас смотрят. Я желаю моему дедушке, бабушке здоровья, чтобы все их желания исполнялись, и долго жили, и чтобы всегда хорошие, добрые. И слушали твои песни, правда? Слушали мои песни, бабушек, дедушки, слушали наши песни разные. И я желаю нашим мамам, которые сейчас смотрят на нас. И я передаю младшим братикам своим. Никитке, да, который в этом году родился? Никите передаю, Артём мне, Ром мне. И всем-всем-всем. И всем-всем. Также передаю привет всем зрителям, которые нас смотрят. Желаю им счастья и благополучия в семье, чтобы детям и также взрослым побольше друзей верных, чтобы в семье всегда было благополучие, чтобы все были счастливы и здоровы. Молодец. Я передаю привет моей семье, моей бабушке, двоим бабушкам, моей маме, моему папе и моей сестре Карине. Что бы ты пожелала всем? Всем здоровья, чтобы вы не болели. Спасибо, ребята, молодцы. Какие прекрасные дети, пишут нам сейчас телезрительницы. У них всё очень хорошо, пусть сложится. Очень интересная программа. Спасибо вам за таких интересных, за интересные идеи. Ну что ж, ребята, сейчас у нас наступил момент для вашего следующего музыкального номера. Это будет прекрасный такой танец яркий, который называется «Кадрили». Ну а я хочу пожелать вам, ребята, только исполнения всех ваших заветных желаний. Галина Владимировна, процветание вашему ансамблю побольше вот таких талантливых детишек, благодарных родителей, учеников. Ну и на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь, дорогие телезрители. Сразу после музыкальных композиций перед вами выступит ансамбль «Яй-Икский казачатан». Оставайтесь на нашем канале. Благодарим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Махаббат бар екеным ойндашы Эрдайым, эвелетті биран салсам Соланын, сенсың алдай қайрмасы Хайда жангеным, жайна танурым Мумер серегі, сенсың ахберым Хайда жангеным, жайна танурым Мумер серегі, сенсың ахберым Хайда қолар, асылар ұлар Оттай жаныңдар, жарығы жылдыздар Хайда қолар, асылар ұлар Оттай жаныңдар, жарығы жылдыздар Хайда жангеным, жайна танурым Мумер серегі, сенсың ахберым Хайда жангеным, жайна танурым Мумер серегі, сенсың ахберым Хайда қолар, асылар ұлар Оттай жаныңдар, жарығы жылдыздар Хайда қолар, асылар ұлар Оттай жаныңдар, жарығы жылдыздар Оттай жаныңдар, жарығы жылдыздар Оттай жаныңдар, жарығы жылдыздар Оттай жаныңдар, жарығы жылдыздар Продолжение следует...